Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я помню Там же у вас достаточно сложный Процесс согласований То есть там надо, чтобы и жильцы согласились Проблема-то в том, что Дом буквально в феврале стал призван аварийным И жильцы как бы переиграли свою ситуацию Сказали, что нам вы сделаете ремонт и нам не дадут новые квартиры. И вот это опасение, как раз мы же знаем, что всё время переносятся сроки для тех, кто выезжает из этих квартир. Поэтому вот кто-то сказал против. И мы, в принципе, не имеем смысла делать, если жильцы нас не поддерживают. Так, а давайте тогда просто напомним, какой это был дом, что за здание? Это, кстати говоря, очень красивый дом. Один из последних на улице Орловской. Двухэтажный особняк, где провёл детские годы художник Николай Жуков. Так, а что значит вот эта история с тем, что дом признали аварийным, и жильцы теперь ждут возможности переселиться? Я, насколько помню, Тонсорфест. Ведь это вот те здания, которые попадают в поле зрения фестиваля, это здания, которые не являются объектами культурного наследия, с которыми достаточно просто безбумажные волокиты провести какие-то работы. То есть раз это здание на Орловской не является объектом культурного наследия и признали его аварийным, а жильцов выселяют, получается, что его сносить? Нет, он является предметом охраны, поэтому его не будут сносить. И вопрос, а кто его возьмёт после этого? Вот, в частности, пришла хорошая новость, у нас тоже бывают и новости хорошие. Мы все знаем печально известный китайский домик. Его берёт человек как бы, да, под восстановление. И, конечно, возможно, через несколько лет или этот человек, или другой возьмёт и вот этот дом тоже, потому что, конечно, вместе они будут смотреться совсем по-другому. Мы можем назвать этого человека. Ну или хотя бы там, я не знаю, это бизнесмен, это бизнесмен. Это бизнесмен, который уже имел опыт восстановления домов в городе Кирове. А что за масштабные работы вы там планировали, что жильцы испугались, что это сочтут ремонтом? Нет, они испугались того, что, в принципе, будет сделан ремонт, посмотрят капитальный ремонт и скажут, ой, а всё красиво, и мы вас выселять не будем. Просто здание будет выглядеть по-новеньким таким. Да, ну просто у жильцов такая психология, что если что-то изменится к лучшему, то, соответственно, это как-то на них повлияет и их не выселят. То есть, ну, это такая вот точка зрения. Я знаю людей, которые живут в деревянных домах, и, например, там в какие-то пристройки к этим деревянным домам даже стёкла в окна не вставляют, там или фанерочки у них какие-то, или натянут, значит, полиэтилен, чтобы вот выглядело это всё как можно более страшно. Ну, это просто такая правовая безграмотность, я думаю, да? Люди просто не понимают, что если уже дом расселяют, то уже обратного хода нет. Будет он отремонтирован или там как-то что-то изменится внешне. Ну, вот просто люди боятся. Потому что речь идёт именно о фасадном ремонте, который, в принципе, на уровень аварийности, но почти что не влияет. Ну, кстати говоря, вот вспомним тут историю Вологды, когда... Ну, вот если вспомнить немножко историю прошлого года, они говорят, мы готовы уже и дальше, если у нас сделают коммуникации, да, и отремонтируют фундамент. У них две проблемы. В принципе, вот как Вологде, насколько я знаю, была программа, то есть людей выселяли там на полгода, делали капремонт этого дома деревянного и снова заселяли его обратно. У нас вот такой практики нет, к сожалению, да, такой программы аналогичной нет, а так бы могли сохранить массу интересных деревянных домов в нашем городе. Ну, Вологда просто, она ориентирована на сохранение всё-таки вот этого деревянного там, да, наследия своего, потому что у них в своё время в одном, наверное, из первых городов России появилась вот эта программа об аренде метр-метр за рубль, да, потому что у них центр города, это во многом вот эти вот деревянные там, да, здания небольшие. Всё-таки у них в этом смысле работы, опыт работы больше, чем в Кирове. В Кирове, к сожалению, вся эта история, она как-то вот не развивается совсем. Ну, смотрите, да, даже если говорить об этом здании на Орловске, с учётом того, что признали его аварийным, есть ли всё же... Мам головой Маши, Шань. Нет-нет-нет, я типа просто повернулась. Я думала, может, я с адресом ошиблась. Есть ли смысл тогда ремонтировать фасад? Возможно, стоит как-то найти, да, человека, кто, по примеру... Так и не будет уже работник. Нет, мы пока, знаете, мы ещё пока думаем, потому что, возможно, ещё будут переговоры, потому что продлить его жизнь, в любом случае, да, чтобы он дожил до нового собственника, это тоже важно. А мы когда хотели, когда сейчас есть образовалась, вот упала печка, образовалось там отверстие, да, которое сейчас уже замачивает дом, то есть мы бы тоже эти работы сделали, это бы планировалось, чтобы именно дом прожил ещё энное количество лет, пока его кто-то не возьмёт. То есть, ну, вот пока идёт переговоры. Кстати, дом на МОПР, помните, да, первую историю ещё до того года? Да-да-да, до прошлого. Суд всё ещё идёт. То есть мы хотели снова вернуться к нему, но, как пока оказалось, и его мы взять не можем. Это настолько небыстрый процесс, оказывается, да? Уже, да, прошёл год. То есть дома-то в это время ветшают, ведь ими никто не занимается. Ну, потому что коммуникации отключены. За зиму, я знаю, что лопнули уже трубы в этом доме, да, то есть уже, как бы, там проблемы становятся всё серьёзнее и серьёзнее, но пока что у нас всего ничего осталось из этих деревянных домов, и мы ничего не можем сделать. Вот это, конечно, проблема диалога, мы пока не можем этот диалог выстроить с властями, да, чтобы давайте, всё-таки власти помогли бы нам с капремонтом этих домов, а мы бы сделали фасадный ремонт, там какие-то ещё, может быть, работы. Вот пока что этот диалог мы выстроить не можем, хотя мы у нас были обращения и к мэру города, и к главе администрации, да, но пока вот, к сожалению, без ответа. Я просто, видишь, я так поняла, что на Орловской-то основная проблема возникла из-за жильцов, которые отказались, а не из-за того, что дом признали аварийным. Но я вот почему-то думала, что, возможно, это как-то облегчает, наоборот, диалог с властями и поиск каких-то потенциальных инвесторов, когда кто-то согласен, ну, часть работы на себя взять. То есть это вообще никакой роли не играет? Ну, получается, что нет. Всё-таки вот власти как-то не прислушиваются к нам. Вот, как Лена сказала, трудно очень диалог выстраивать, и поэтому вот... А не прислушиваются почему? Потому что это пока единичные объекты, то есть не воспринимают всерьёз. Я писала сама вот несколько писем, да, по крайней мере, всем нашим главам, и ответы были, но я скажу, что ответы — это формальные ответы. То есть, по крайней мере, вот я предлагала списком ряд домов, которые можно было бы, да, вместе сделать с городом. То есть там список около 20 домов, но, по крайней мере, вот ни по одному из них как бы не было диалога, не было предложений, что, конечно, очень жаль. А нет ощущения, что они вообще не понимают, кто вы и чем вы занимаетесь? Нет, они знают, что это такое. Нет, ну, удобнее снести, построить и получить деньги. Я думаю, всё равно вариант вот сейчас именно такой. Но это не только у нас в Вятке, да, это, в общем-то, по всей России такое происходит. Да, другой вопрос, что вот где-то власти более лояльные идут. И заинтересованы, да, вы видите, Нижний Новгород, вот там поменялись власти, да, там был, вот сейчас, кстати, сменился мэр, он был прекрасный мэр, который как раз начал снова процесс восстановления этих домов, и сам даже из своего кармана, извините, там помог фестивалю, там, более чем на 100 тысяч рублей. И сам приходил, работал. Всегда об этом говорили, что нужна политическая воля, потому что если кто-то из высоких чиновников, да, обращает на это внимание и тем более вовлекается в работы, то это становится, ну, не то чтобы модным, да, а всё-таки на его пример смотрят там его подчинённые, и они тоже начинают, ага, ну, значит, вот есть движение в эту сторону, значит, нужно помогать. Я не знаю, у меня ощущение есть, что в Кирове может быть ситуация, так же, как и во многих других городах, следующая. То есть вот эти все старые домики, да, в центре города и земля под ними, они просто кому-то уже обещаны. Это, наверное, да, так и есть, просто... Ну, даже, заметьте, да, у нас какая у нас ситуация, ну, парадоксальная. Я понимаю, в принципе, администрация, скажем, вот наше телоуправление, почему они идут на снос этих домов. Хотя, может, они там никому ничего не обещали, тут не будем даже говорить, но проблема-то вот в чём, скажем, да. У них эти дома стоят на балансе, они аварийные, перспективы никакой, ремонта на них у них нету, и, фактически, они просто как бы у них кушают бюджет. А именно какие-то программы, переводы их там в неживые помещения, там и так далее, продажи, у нас их просто нету. Вот у нас памятник за рубля до сих пор для города Кирова этот проект не разработан. Почему? Это большой вопрос. Я тоже спрашиваю неоднократно в своих письмах. Мне пишут каждый раз, что программа разрабатывается, но итога мы не видим. А в других городах есть какие-то оборудования схемы? Конечно. Фактически большинство городов, которые вот эта программа затронула, как бы, да, в России, они уже работают по ней. Областные центры, поэтому возникает вопрос, а почему мы-то никак не можем к ней прийти? И у нас есть специалисты, да, специалисты есть, которые могли бы эту программу переработать под наш регион. Но вот я думаю, здесь не могут, опять же, договориться ведомства какие-то, да, кто будет это делать, кто будет это перерабатывать. И кому вообще это нужно? Ну, вообще, да, кому нужна эта лишняя головная боль с какими-то деревянными там домишками, если можно на этом месте выстроить прекрасный особнячок, например, там, да, на 3-4 этажа с элитными квартирами. Или прекрасную 17-этажку. Или прекрасную 17-этажку в историческом центре ты, конечно, можешь построить. Это уже есть ограничения, да, слава богу, сделали у нас поселение со своими ограничениями этажности. Но вот что касается особнячков, как бы, это тема еще в разработке, мы понимаем, что тут, конечно, какие-то схемы, вероятно, есть. В общем, во всем этом, конечно, вот, ну, либо болит душа, да, у человека, который во власти за это, и он действительно понимает, что надо хоть что-то сохранить, да, хотя бы то, что можно еще ушить, надо сохранить, вот. Либо ему, ну, либо все равно, либо он просто неполномочен, да, передать это все под восстановление. Вообще, ну, то есть вот, если предположить, да, что власти в кои-то веки там пойдут навстречу, разработают какие-то соответствующие программы, готов ли бизнес, возможно, с кем-то общались, да, кто говорит, вот, ребята, я бы взял, но вы видите, что никаких гарантий, ничего нет. То есть эти люди есть вообще? Мы с бизнесом разговаривали, да, бизнес говорит, мы готовы, когда будут очень четко прописаны условия, и нам будет выгодно это брать. То есть, в принципе, вот, почему у нас не получается, как мне кажется, потому что власти она разрабатывает сама по себе эти проекты без диалога с бизнесом. Скажем, да, понятное дело, что вот этот памятник за рубль, это аренда, но у них возникает вопрос, проходит 49 лет, а будет ли потом это моя собственность? Конечно, если вот этот будет момент, да, то я думаю, что будет гораздо интереснее им брать эти дома и как-то в них вкладываться. Нет, но у нас был пример, вот Лена писала справку, заявление по домам Лебедева, которые на Дериндяево находятся, и вот тот дом, который... Это вот здесь у нас не очень далеко. Да, недалеко. Вот тот дом, который уже расселён, в котором уже не живут, его хотели купить, ну, скажем так, за небольшую сумму, ну, такая приемлемая сумма. 4 миллиона, скажем так, сумма была. Да, хотели купить под одно культурное учреждение. А я даже знаю, о чём идёт речь. Ну, наверное, да. Я так понимаю, что это вот тот самый центр, Никита Центр, про который говорил. Нет, по-моему, галерея Крупинина, насколько я понимаю. И вот они хотели купить именно под галерею, под выставочное пространство, но стали продавать им в два раза дороже или в три, хотя была договорённость. Ну, то есть готовы. Есть вот примеры, когда люди готовы покупать именно вот такие... Даже покупать готовы, не в аренду брать, а покупать даже готовы. Да, они хотели купить, да. Нести обязательства уже как собственника этого здания. Ну, вот нашла я сейчас новость, вот эта вот апрельская про дом Перминова. Не первый раз, по-моему, его тогда поставили на продажу. Но вот я не знаю, как бы, на мой взгляд, учитывая его состояние, цену за него каждый раз назначали не совсем адекватную. Совсем неадекватную, я бы сказала. Учитывая, что он просто, я не знаю... Ну, там ушивать нечего, уже многие говорят, потому что он же с каждым годом всё хуже и хуже, всё больше и больше там работ надо, да, и сил вложить в это. И вот он стоит-стоит, ощущение, что достоит-то всё-таки до того момента, как развалится. Может быть, в этом и задача. Ну вот, то есть вот было 13 миллионов, тут вот 9700, учитывая, там, сколько денег в это нужно вложить. У нас приходили предприниматели, они рассказывали, что, естественно, вот это вот всё, и аренда, и покупка, да, исторических домов, особенно вот в таком состоянии, да, как дом Перминова, это нерентабельная история, значительно проще построить что-то новое. Тут вопрос даже не в деньгах, вопрос в том, что очень много беготни, если это памятник, с бумагами, с бюрократией, а власти не готовы взять это на себя, то есть даже вот этот сегмент, они говорят, окей, даже мы вложиться готовы, но помогите нам с бумажками, с согласованиями, со всем-совсем, потому что любые работы, которые ты там будешь проводить, ты должен согласовывать. Перед тем, как ты их начнёшь, ты должен провести экспертизу. Это тоже всё недёшево, это всё ложится на плечи бизнеса. Ну вот отступили мы, конечно, немного от темы, но тем не менее это всё вместе. Ну вот, не знаю, в моём идеальном мире такие вещи должны отдаваться бесплатно, просто для того, чтобы люди их восстанавливали. А пытаться продать то, что неликвидно, очень странно. Пока так у нас. Так, всё-таки возвращаемся к том Сойерфесту. Ну, то есть дом тот, который планировался, пока под вопросом, пока решается его судьба и то, как себя поведут его жители, вы решили, что сезон-то короткий, лето идёт, и надо всё-таки сделать какое-то хорошее дело. И вот это хорошее дело, это смотровая площадка с видом на Трифонов монастырь. Причём, когда я увидела первые фотографии, я вообще, я даже представить себе не могла, а ну вообще, кусты какие-то, что это, что это, кусты и две старинных стены. Давайте мы сейчас сначала к кировчанам, там, жителей, слушателей наших сориентируем, всё-таки где это, да, куда вот прийти, чтобы увидеть это? Это старый дворец пионеров. Так. Да, архиерейский дом. Который у вечного огня. Который у вечного огня, и прямо за ним вот находится. Не доходя до него, сойти к вечному огню, как раз надо повернуть в сторону Аурага, и вы уткнётесь в два дома. Раньше там было ничего не видно, сейчас можно увидеть просвет, идти к просвету, и вы увидите прекрасный вид. Прямо не просвет, а прямо окно, я бы так сказала. А, ну, кстати, да, там получается, что вот стены-то, они стоят, они расположены вертикально, а за ними деревья, и деревья со своими свисающими ветвями, они как раз вот эту арку смотровую образуют. Да, да, да. А там изначально какая-то арка была или нет? Да, была. Ну, давайте вот я немножко, как историка, расскажу тогда. Вообще, это Кремль был Хвыново изначально, да, в XVII веке. В XVIII веке это всё дело сгорело. Оттуда выехала воевода, и так постепенно это место превратилось в подворье архиереи. Вот там то, что мы видим, то, что осталось, это, в принципе, здание ещё архиерейского подворья. То есть это архиерейский дом, вот дом пионеров, который мы знаем, да, это духовная консистурия, сейчас это живой дом. И два дома ещё остались, это дом архиерейских певчих и служителей, а также конюшню. Вот пять зданий, которые нам напоминают о том, что раньше это была резиденция нашего головы церкви местного. Дело в том, что в XIX веке решили повторить ограду Хвыновского Кремля. То есть примерно по тому же месту, где она проходила, сделать кирпичную стену с башенками. И как раз, если мы посмотрим на фотографии XIX века, мы их хорошо видим. И вот, в принципе, уже в советское время, в годы 30-е, вся стена была разрушена. И остался только лишь один фрагмент между этими двумя домами. Это стена середины XIX века. И как раз вот именно в напоминании об этой стене, о том, что это было за место, мы как раз решили его восстановить. Я тут очень благодарна Алексею Фоминых, который в прошлом году как раз сделал репортаж ГДРК «Вятка» об этой стене. И как раз он попросил мне дать некоторые комментарии. И мне как раз тут возникла идея, что хорошо было там провести, по крайней мере, субботник прибрать. Потому что там была именно свалка. Хорошо бы вообще рассказать про то, что это место есть. И это место есть, и что это за место. И вот так этот прошел проект. А потом мы решили, а почему бы тут и не восстановить стену. Ну, там тоже есть кое-какие проблемы, тоже потом об этом поговорим. И уже как бы третьим этапом уже к нам присоединилась Света Кекина. Это 30 скверов. И она говорит, а что тут может быть вообще? Вот давай, говорит, подумаем. И вот как-то мы подумали, что необходимо какое-то культурное пространство, чтобы это не просто было место как место, а место, которое бы заиграло, которое бы вошло в культурную жизнь города. И вот как раз так появилась уже идея площадки смотровой. И на самом деле то, что у нас открылось, это было очень неожиданно для всех. Думать, кто-то там работал. И это начало этого проекта. Я правильно понимаю, что это имитация деревянного Кремля? Не то, что имитация, но она тоже имела функцию из стены, потому что она ограждала подворье. Но, в принципе, проходила очень близко к той стене, которая была раньше из дерева. А кто принимает участие в проекте? То есть, получается, вы, Светлана? Да, это как бы наш партнер. Нам очень помогает еще и Клуб Мир. Историко-креевический, да. Который, к которому мы тоже имеем прямое отношение с нашей, так получилось. Так что, ну и вот тут к нам еще присоединяются городские проекты. Да, да, знаем, ребята. Которые у нас появились и начали активно работать. Совсем недавно, в частности, вот ребята нам обещают сделать 3D-визуализацию этого места, потому что очень важно как раз посмотреть, как это будет выглядеть уже как площадка. Так что, я думаю, что проект уже начинает жить. Это сколько вас там в итоге человек, просто вот относительно предыдущих там проектов увеличилось? Ну и первые субботники прошли в эти выходные. Нынче у нас как-то вот так очень массово, я бы так сказала. И мы были вот в субботу и воскресенье. И люди, ну тут еще присоединились. Допустим, вот у нас есть друг там Эдуард Филиппов, он проводит экскурсии. Кстати, вот я хотела сказать, что вот к этому месту всегда водят экскурсии, да, хотя вот оно там было заросшее и так далее. То есть его показывают как некое вот историческое такое пространство, которое было. То есть у него еще экскурсионные перспективы, они в принципе не только будут, но они уже есть. Они есть уже, да, то есть водят. И вот Эдуард, он тоже проводит экскурсии по городу, и у него там какие-то уже есть люди. Вот они пришли, я знаю, да. То есть у нас, помимо того, кто был у нас уже в прошлых сезонах, да, появились плюсом еще люди. И мы прямо были удивлены. Обалдели. То есть, получается, не добровольцы там, да, единичные подтянулись, а прямо организованные группы. А прямо было, да, очень как-то нынче массово. Мы рады. Вообще вот вся вот эта ситуация там с пандемией, с коронавирусом, как-то вообще отразилась на этой ситуации? Похоже, все со своими проектами заскучали. По-моему, да, все дома очень сидели дома, уже им так надоело, что им хочется активности. Потому что у нас все, кто собрался, скажем, вот прежние два года, говорят, ну, уже я больше не могу на вас смотреть, да, я пришел там со своими детьми, там еще с кем-то. То есть очень многие наши друзья просто пришли личные, да, потому что, говорят, ну, вот уже, видимо, хочется какой-то деятельности, работы, когда увидели, говорят, о, а мы теперь поняли, ради чего это было. Хочется руки приложить к чему-то хорошему. Это вот отличная перспектива дискотекам, которые, как мы знаем, по первому часу разворота проводить в Кирове пока нельзя. Все отправляемся на Томсуэрфест. И туда сразу же приедет Роспотребнадзор и всех разгонит. Почему без масок? Вот, а, кстати, как-то там эти моменты регулируются. Я хотела, нам прислали маски из города Кимры, там у них есть завод масочный, ну, там другие маски, да, не такие, не тканевые, а специальные. А, подожди, там как респираторы, что ли? Да, 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 и вот я забыла сказать Лене, чтобы она взяла, чтобы мы, ну... А, то есть они вообще, они не только носород закрывают полностью лицо? Нет, 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 но специальные, наверное, респираторы. Ну, они такие, там, какие-то, в общем, для химпроизводства. А, ну вот, понятно, да, то есть они что-то вредное прям совсем уже отсеивают. Ну, я думаю, что мы еще будем заниматься стеной, и они нам еще пригодятся. Потому что пыль. Ну, вы будете как-то регулировать там количество участников? То есть, например, так вот сегодня 10 приходим. Я думаю, что массово, я думаю, вначале бывает, потом все-таки идет некий спад, поэтому вот на таком уровне, я не думаю, что он будет держаться, но, по крайней мере, вот то, что начало было таким активным, это уже здорово. Ну, ближе, ты еще работал на свежем воздухе же. Нет, я думаю, что здесь немножечко момент вот какой, почему люди пришли, потому что это такой значимый объект, потому что, ну, можно стать, скажем так, частью истории, да, то есть эту историю самим сделать и показать. Вот там первый дом, допустим, был, он был не так известен, не так видим, скажем, да. Мы говорим про домик Наспасской, который сделан. Да, в прошлом году у нас были субботники, ну, тоже это, в общем-то, а здесь, получается, вот стена Кремля, там Артельское подворье, Трифонов монастырь. Мне кажется, вот люди еще, может быть, такой момент есть. А вот у меня вот Наспасской вот это вот здание, которое первым реставрировали, да, назовем это так, прям вот одно из любимых в городе, я так радовалась, когда восстанавливали его фасад. Поэтому вот я бы так не сказала, что оно прям какое-то неизвестное. Ну, просто, может быть, оно, ну, как сказать, нераскрученное такое, нераскрученное такое, как Трифонов монастырь, все-таки Трифонов монастырь. Трифонов монастырь — это открыточный вид, открыточный вид такой, да, Даша? Оценили ли уже объем работы, то есть что нужно сделать? Понятно, что нужно сделать, наверное, что-то и с самой стеной или нет. Территорию вокруг будете прибирать, если 30 скверов подключились, как-то что-то там. Ну, там у нас есть два момента, да, у нас есть стена и территория за стеной, потому что мы планируем как смотровую площадку, и еще есть небольшой сквер внутри двора. Да, как раз Свите интересен как раз вот этот сквер внутри двора, в первую очередь. То есть она хочет его как-то обыграть. Дело в том, что там можно провести, в принципе, концерты, какие-то экскурсии. У нас уже прошло две экскурсии небольших, эти выходные как раз по истории подворья. В принципе, вот этот момент первый. Второй, конечно, это стена. Вот стена уже это более серьезный момент, потому что он требует проекта. Вот сейчас у нас есть очень хороший тоже такой друг проекта, это Лина Гиповова, архитектор. Она делает как раз проект, разрабатывает этой стены, как ее можно восстановить по кирпичику именно. Потом еще ребята нам сделают 3D-смотровую площадку. Сама стена, конечно, требует уже спонсоров, партнеров, потому что мы снова ищем кирпичи. Вот сейчас я знаю, что... В общем, опять нужны кирпичи такие, да, исторические? Да, большие, да, хорошие кирпичи. Вот сейчас знаю, что разбирается здание на Ленина-110. Вообще надеюсь, что мы как-то все-таки сумеем выйти на управляющую компанию, которая этим занимается, потому что тут будет еще одна эпопея, да. Во-вторых, у нас сейчас куча мусора, который нам надо разбирать. Вот, ждем сусочка рез, нам обещала местная как раз управляющая компания снова помочь в этом отношении, мусора навозить. То есть, в принципе, вот даже на этот год, если мы не берем стену, потому что стена еще все-таки требует довольно много времени, то, по крайней мере, я думаю, что с мусором нам хватит заниматься. То есть в этом году работы по расчистке получили? По расчистке, если, может быть, мы только начнем делать стену, может быть, только начнем, да, и занимемся ее консервацией, чтобы она пережила зиму. Я предлагаю уйти нам на рекламную паузу, господи, заговариваюсь уже, а потом поподробнее поговорим о том, что все же там будет. Продолжаем дневной разворот. Том Суэр-фест. Том Суэр-фест, Мария Русинова и Елена Кустова у нас в гостях. Да, Аня вот сейчас перерыви уточнила, то есть уже прошло два субботника. Выходные в субботу и воскресенье были первые субботники, и я видела фотоотчет оттуда, да, и вот я как раз, я говорю, поразилась, сколько вы успели сделать за это время, и потом я увидела, сколько было народу, и тоже очень порадовалась, да, что такая большая команда работала над этим. Вроде как вот уже картинка открывается, но я так понимаю, что это только начало, то есть еще субботники будут. Еще субботники. У нас есть два человека, как вот я говорила, Эдуард и Сергей Русских, их не остановить в вырубке, в очистке территории, поэтому, конечно, мы, может быть, немножечко мы сместимся вправо еще, да? Я думаю, что мы пока остановимся, потому что тут есть еще вопросы с жильцами, потому что кому-то нравится, кому-то нет. По крайней мере, мы пока расчистили около арки, и думаю, что то, что уже сейчас напилино, надо переработать. Вот мы сейчас очень ждем как раз Сучкорез, такая прекрасная машина, которая перерабатывает мелкие ветки вопил, и вывоза мусора. Потому что, конечно, вот пока ничего нельзя проводить, пока вот этот мусор еще сохраняется во дворе. Ну вот правда, да, вопрос с жильцами, насколько там близко расположен этот двор, есть ли, возможно, уже какие-то замечания, там вопросы? Кстати, да, вообще, как вы вообще убеждали их согласиться за то, что туда будут постоянно ходить какие-то люди? Примерно за две недели мы проводили опросы, мы ходили по квартирам, значит, они говорили свое мнение, потом мы проверили вот как бы такое собрание, и письмо на имя было оформлено главы теруправления Симакова. Кстати, он нас поддержал, спасибо ему огромное, как раз он тоже нам оказывает большую помощь, поэтому ему низкий поклон, а также нашему теруправлению, а также управляющей компании, да, которая спомогает. Управляющая компания у вас там кто? Грамоту, да, сейчас посмотрим. Ну, мы сейчас посмотрим, название есть, скажем спасибо этим людям тоже, да. Уточним, да, вот. Благодарственное письмо даже есть. МУП Максиму ЦКС, да, начальник отдела содержания и ремонта МУП ЦКС. И вот, и, конечно, тут мнения разделились, потому что, понятно, опять же, вот, знаете, испуг жильцов по поводу того, да, а вот вы вырубите тут деревья, склон упадет, а вот вы вырубите тут деревья, приберетесь, а нас не признают аварийными. А вот тут будут ходить бомжи, потому что вы тут все вырубите, а вот то, что сейчас они ходят там, да, вот этот вопрос не возникает. Ну, это же деревья мешают лазать там, да, а сейчас они будут тут толпами просто ходить. Ладно, бомжи, а потом тут пойдет, значит, толпа народу туристов с фотоаппаратами там, да, или каких-то, не знаю, экскурсантов. Ну, как раз никто особо не боится, а боится как раз вот именно таких элементов не очень культурных, а также, когда там, помните, у нас проходят все большие праздники, да, все же идут к вечному огню, набережная, и потом они тут тоже гуляют. Но, как понимаю, что вот это скорее психологически, потому что как раз, когда появится культурное пространство, будет другой ходить контингент. Тут будет ходить уже мама с колясками, тут будет ходить, кстати, к нам обратился в художественном музее уже там, да, с идеей, а может быть, тут уже провести пленэр. А это хорошая, кстати, история. Они же в этом году в Кирове проводят его. Да, так что как бы одна из площадок, думаю, будет прекрасная как раз, да, и новые виды для художников, это очень интересно, кстати, нам писали и сами художники по этому поводу. Поэтому, думаю, что... Вновь открытые виды. Да, да, вновь открытые виды. Конечно, вот здесь все время приходится вести диалог. Тут не все просто. Скажу вам, что есть, скажем, там и пьющие товарищи, да, которые, как говорится, привыкли жить в своем мире, и чтобы их не трогали, там, да, вот как вот мы же и жили, и не надо внедряться в наш мир и менять его. Ну, вот здесь работаем, разговариваем, как можем. Но они вообще-то, там, с юридической точки зрения, ведь препятствия никакие вам чинить не могут. То есть вы же не на доме работаете, вы работаете, получается... Но мы на придомовой территории, это все-таки... Да, поэтому как раз мы проводили опрос, и все-таки большинство, оно сказало да. Ну, и в любом случае, мне кажется, здесь важно найти какой-то компромисс с жильцами, даже если бы это была не придомовая территория, потому что ставить палки в колеса, наверное, это не то, с чем хочется столкнуться вообще, в принципе, любому проекту при его реализации. Основной фронт работы, он лежит вот там, за стеной или перед ней, где больше? Мы ходили за стеной, но, как понимаю, уже сейчас он будет везде. А что-то предполагается, ну, то есть вот стенам восстановим, вот этот саму проем, арку, да? Оформим. Оформим, то есть вид на Трифонов монастырь будет. Будет ли еще что-то, да, то есть какие-то там скамейки, еще что-то, то есть где можно будет присесть, или просто ногами подошел, посмотрел, и лишний раз там людей не задерживаем, жильцов не нервируем. Вот мне просто кажется, что с одной стороны, вот это, кстати, вопрос тоже очень такой спорный, да, наличие лавочки. То есть лавочка, с одной стороны, это место, где можно посидеть и отдохнуть, с другой стороны, всегда местные жители этого боятся, что здесь у нас... Да, и убирают, убирают их. Да, будут сидеть и соображать на троих все время на этой лавочке. Нет, ну некое пространство, вот именно как площадка, да, вот именно такое. Было в планах. Более того, вот сейчас мы тоже говорили со Светой Кекиной, там, да, с городскими проектами, у них есть еще более масштабный план. Дело в том, что вот была такая идея еще одного Вятского променада, да, от приказной избы за этими как раз домами, то есть как бы, да, может быть, сделать там не одну смотровую площадку, вот как бы сделать вторую набережную. Помните, там, да, это тоже река Сора. Но место-то прекрасное, там же рельеф такой. И там, конечно, сейчас уже проблема, что там появился у нас забор ближе к Дворцу Пионеров. В общем, как-то, ну, я думаю, что эти проблемы тоже решаются каким-то образом. Но вот я думаю, что если была бы еще одна прогулочная зона со всеми этими остановками, то был бы совсем, конечно, другой проект. И, конечно, он уже, я думаю, будет другая немножко сумма, чем вот мы сейчас занимаемся, да, тут уже надо писать на другой уровень, может, какие-то гранты, что-то еще. Но, по крайней мере, вот когда уже есть начало, можно думать дальше. А что можно с этим делать еще? Работы по расчистке, да, там, со всей этой зеленью, понятно, можно провести с силами добровольцев. Если говорить о той стене, о том проекте, который требуется для восстановления, тоже уже кто-то согласился эти работы сделать? Или нужно будет искать специалистов, возможно, там, собирать какие-то деньги? Ну, по стене у нас уже есть опыт восстановления Спасхи-38. Да, помните, 300 кирпичей, которые мы мыли, драили, отрабатывали и вкладывали руками Сережи Русских. В принципе, у нас уже этот опыт есть. В принципе, у нас есть спонсоры, которые готовы нас поддержать. Это фирма Рунит, которая занимается как раз материалами по реставрации. Это Леруа Мерлен, это МТС. Просто в этом году получилось так, что у нас не очень получилось. Кстати, у нас в этом году прислал инструмент Стэндли. Еще один спонсор появился, которого не было раньше. Так что есть спонсоры, есть партнеры, которые готовы нас поддерживать. Спасибо этим прекрасным компаниям большое, мы должны сказать. Огромное спасибо. За то, что они вкладывают свои силы, свои средства и свои усилия в восстановление объектов у нас. Ну, может быть, Варламов, если вот как он в прошлый раз нам помог, его фонд Внимание, а тем более городские проекты сейчас присоединились, и сделать заявку можно будет. То есть они тоже небольшие такие гранты, да? Ну, вот у него фонд Внимание, они собирают средства именно на городские проекты данные. А там какие-то фиксированные суммы или под каждый конкретный проект? Нет, под проект. Мне просто кажется, что сейчас вы, может быть, еще даже и не подсчитали, сколько средств необходимо. А порядок цифр примерно понимаете или нет? Пока нет. Даже порядок, да, сколько понадобится? Нет, площадка, потому что это отдельная тема, потому что на самом деле есть угроза как бы сползания склона, особенно весной. То есть надо укреплять? То есть вы понимаете, что это уже другой уровень цен, да, будет работ проводимых и материалов. То есть стена — это одно, как бы стену мы можем сделать своими силами. А вот что касается уже площадки, это, конечно, уже совсем другая тема. А материала вообще много надо? Сколько там, какой кусок стены сохранился? Материалов, я думаю, что мы по городу сумеем найти. Вот этот самый кирпич, я думаю, что здесь как бы все в рамках разумного. Но там я просто, кстати, не была там, я не представляю. Верхняя часть арки отсутствует, ну и плюс вот стены, они такие пораненные еще дольше. К сожалению, да, уже просто там на них сливался дождь еще много лет, поэтому тоже требует... Кирпич красный, он просто мягкий, он разрушается немножечко. Нет, мне просто интересно, сколько она вообще там по протяженности, много ли ее осталось, я не видела. Метров шесть. Ну да, в принципе, как бы несложно сохранить, а вот этот восстановить, а вот этот... Кирпич самое главное найти. На Ленина — это что за дом? Ленина — 110. Это примерно напротив университета. Это один из купеческих косомников середины XIX века, который тоже надо было бы сохранить, между нами, говоря, недалеко от дома Прозорова, который как раз находится чуть выше. На перекрестке Красноармейской и Ленина. Просто надо было его восстановить, к сожалению, мы этот дом, вот из-за того, что я уже говорила, да, любой аварийный дом у нас под снос. Другого варианта выживания у него нет, если он не является предметом охраны. Предметом охраны он не является, поэтому, к сожалению, мы его потеряли. Поэтому, по крайней мере, хотя бы сохранить от него кирпич. Было бы уже хорошо. А там с кем нужно контакты найти, чтобы... Управляющая компания, которая сейчас занимается его сносом. Ну, у вас выходы на них уже есть? Я думаю, что да, мы сейчас проведем переговоры, и, по крайней мере, кирпич мы постараемся сохранить. Ну, куда им этот кирпич? Ну, знаете, дороги, дачи, там, как бы это всё уходит. Да-да-да. Ну, это уходит, как строительный мусор просто. Мусор, да. Люди, они же разбирают... Вообще же никто же... Ну, мало, наверное, кто, кроме специалистов, понимает, да, что есть разница между современными кирпичами и теми кирпичами, которые были раньше. Да, они больше по размеру, они там по плотности, мне кажется, отличаются. Качественнее. О каких-то далеко идущих планах, да, возможно, на следующий сезон какие-то дома ещё, то есть места. Вы присматриваете что-то новое, или пока вот эта история МОПРА, Орловская и вот эта площадка, это вот ваши там основные точки приложения усилий? У нас есть список 20 домов, всё-таки мы пытаемся выйти на администрацию, да, чтобы хотя бы по одному из домов у нас какой-то получился диалог. То есть есть ещё какие-то варианты, но, конечно, очень бы хотелось МОПРА. Потому что МОПР, наверное, это вот жемчужина нашей резьбы деревянной, Вятской, один из последних домов, очень бы хотелось его сохранить. Более того, была речь с владельцами этого дома и, кстати говоря, и с министром, которые вот были такие две противоположные стороны, все поддержали идею создания хотя бы в части этого дома музея деревянного зодчества. Это была бы ещё одна точка притяжения как раз вот для города. А я прошу прощения, я, наверное, что-то упустила. Это в прошлом году собирались. А там собственники, я так понимаю, что судятся, да? Нет, областная администрация решила судить этот дом у собственников, что мы в начале 90-х этот дом они получили неправильно. В общем, тут возникли такие очень давние... Не в собственность, а в пользование. Да. В общем, тут такие моменты правовые, но пока что вопрос никак не решён. И поэтому суд у них сейчас. Ну, то есть согласовать-то работу, непонятно, с кем их согласовывать, да? То есть и пока нас просто туда не пускают сейчас в дом, пока вопрос не решён. А другие из этих вот 20 домов, что там ещё есть? Какие-то известные, возможно, здания? Практически ничего нет. Практически. Это вот сложность нашей вятки в том, что у нас практически уже ничего не осталось. Уже не осталось ничего. Если там, допустим, это же Самара, там, я не знаю, берут Вологда, да? Там Том Северфест. У них просто вот много того, что можно отремонтировать, и они там не объекты культурного наследия. А у нас либо объект культурного наследия, либо нет. Либо развалюшка, про которую они говорят, что давайте её снесём скорее. Ну вот эти дома, я посмотрела, процентов на 90, они все признаны аварийными. И подраселение. Поэтому что будет нашим проектом, вот это большой вопрос как раз. Если мы не найдём диалога с властями, тут, конечно, придётся бы искать какие-то иные виды работ, как вот мы сегодня взяли, да, эту стену. Я думаю, что это тоже прекрасный проект, который привлёк очень многих. По крайней мере, это тоже был бы интересный момент для горожан. Ну, есть вариант вот продолжения, это же стена, да, у Трифонового монастыря. Там, кстати, да, возможно, там есть какие-то объекты. Два года назад мы ходили, помнишь? Ну, башня, она, конечно, она вновь была построена, как бы, да, она была уничтожена в советское время, как бы, это некая реконструкция. Ну, кстати, интересная. Ну, вопрос, конечно, здесь уже отношения с властями духовными нашими, потому что как они к этому отнесутся, надо ли им это или не надо. Потому что, опять же, да, если мы делаем башню, то была идея именно культурного пространства там, да, сейчас есть и привлечение ребят, реконструкторов к этому месту. Но, опять же, это территория Трифонового монастыря. Это прямо на их, да? То есть территория, получается, епархии, да? Да, да. Не городская территория. Я поняла, да. Ну, почему бы и нет. Но, с другой стороны, мне кажется, реконструкция не так страшна. Все мы, ну, не все, но... Нет, мы были в Дрездане, которые полностью реконструировали. Нет, а потом ведь поддерживать это нужно. Вот тут, видите, мы там, допустим, сделать-сделаем. Вот у нас, например, мы приглашали одного нашего друга с нами поработать. Он сказал, я считаю, что вот это все ваши усилия все напрасны, потому что вот вы отремонтируете, а потом сменится собственник. Что он там с этим домом будет делать? Зачем это ремонтировать? Зачем это все? То есть вот еще вопрос в том, а как вот, каково будет продолжение этого всего? Кто это будет поддерживать? И какова будет дальнейшая жизнь этих зданий? Поэтому вот и здесь, я думаю, что башня, это все равно, если это часть епархии, то, по идее, они и должны потом будут это содержать. Надо ли им это будет? Пора завершать нам дневной разворот уже. Спасибо нашим гостям. Мария Русинова, Елена Кустова, координатор проекта Томсуэрфест на Вятке. В группе Томсуэрфест объявления, пожалуйста, следите за ними о субботниках, о возможной помощи, которая необходима. Следите, присоединяйтесь, потому что, ну, правда, замечательное дело. Спасибо большое. Спасибо.